Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной встрече, посвященной изучению Библии в рамках субботней школы. Тема Великой Борьбы – это тема важная для каждого христианина, потому что каждый из нас вовлечен в это противостояние между добром и злом. И каждый ищет надежду на благоприятный исход и победу не только во вселенной битве, но и в битве, в жизни, каждого из нас. Мы хотим, чтобы победители в этой битве были не только мы, но и наши близкие, наши друзья. Мы хотим видеть их счастливыми, радостными, обрезшими мир с Богом. Поэтому приглашаем вас сегодня быть не только зрителями, но приглашаем вас быть активными в том, чтобы делиться познанием о Боге со своими многочисленными друзьями. И прямо сейчас, когда вы смотрите передачу, вы можете, нажимая кнопку «Нравиться», «Поделиться», копируя ссылку и рассылая в социальных сетях, благодаря своей активности расширить, существенно расширить количество тех, которые познакомятся с библейскими темами и с Богом. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Константин Бурак и пастор Виталий Баннл. Добро пожаловать. Каждый из вас является служителями церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Скажите, что значит вот это название «Адвентисты седьмого дня»? Какой смысл, какой посыл несет вот это название? Слово «адвентисты» означает «ожидающие». Но если не понимать своего прошлого, а не будешь знать, чего ты ждешь. Поэтому в названии есть и такие слова, как «седьмого дня», что напоминает нам о творческой неделе, когда Господь за шесть дней сотворил, всего в седьмой день отдыхал. И вот с того времени у нас семидневная неделя, это благословение от Бога. Мы знаем, что в результате грехопадения человек потерял то совершенство, то счастье, которое у него было в раю. И сегодня, благодаря Иисусу Христу, благодаря Его обещанию, что Он придет во второй раз, мы ожидаем второго пришествия, которое решит вопрос зла, несчастья, греха. И это дает нам надежду, что все изменится и снова будет, как раньше. Спасибо. Да, что интересно, что мы знаем, что было в прошлом. Бог создал небо и землю за шесть дней. И седьмой день отдыхал. Поэтому адвентисты седьмого дня. Мы знаем, что будет в будущем. Господь придет второй раз. Соответственно, вот эти вот рамки прошлое и будущее, оно учит нас, как жить в настоящем. Человек, который не знает, что было в прошлом, откуда он пришел, и не знает, что будет в будущем, куда он идет, он не знает, как жить в настоящем. И, соответственно, эта истина открывается в нашем названии «Адвентисты седьмого дня». Ты знаешь, как жить сегодня с надеждой, убывая на скорое славное пришествие Иисуса Христа. Спасибо. А слово «адвентистов» некоторые, ну, русскоязычно, наверное, в большей степени, интерпретируют как от слова «ад», «весел аде». И это может быть для кого-то пугающим. Что значит слово «адвентисты»? Ну, если дословно перевести, то «адвентист», от слова «адвентус», если дословно сказать, то это пришествие у порога. То есть мы ждем пришествия, которое очень скоро должно свершиться. Мы ожидаем этого пришествия. Спасибо. Для реформаторов прошлого весть о втором пришествии это было радостным событием. Они с нетерпением ждали, они проповедовали об этом. Это весь вдохновляло их производить перемены в жизни. И сегодня мы обратимся к Библии, чтобы узнать, что Библия говорит об этом важном событии, особенно важном в контексте великой битвы между Богом и дьяволом. И прежде чем мы обратимся к текстам Священного Писания, приглашаем, чтобы вместе с нашими друзьями мы просили у Бога мудрости и руководства свыше. Отец наш Небесный, дорогой Господь, благодарим Тебя за этот чудесный день, за эту возможность нам сегодня изучать Слово Твое, эти дивные пророчества, которые открывают нам великую надежду. Господи, благослови нас при размышлении, когда будем открывать Твое Слово. Дай нам Духа Святого и мудрости Твоей свыше. Ради Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, вы сказали о том, что пришествие Христа — это счастливая надежда, блаженное упование. Что Библия говорит об этом событии? Какие упоминания мы находим на страницах Ветхого или Нового Завета? Да. Второе пришествие Христа — это одна из центральных тем Библии. И можем смело сказать о том, что это проходит красной нитью через первую часть Библии Ветхий Завет. И в Новом Завете, вот в Ветхом Завете, например, 1845 упоминаний о Втором пришествии Христа. В Новом Завете 300 упоминаний о возвращении Христа, то есть в каждых 25 текстах один текст — это о Втором пришествии Иисуса Христа. И это действительно так. Я хочу прочитать, например, текст Евангелия Тюана, это слова самого Иисуса Христа, 14 глава, с 1 по 3 текст. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Иисус Христос дал это обещание. И в целом вот эта задача, которую Бог ставит в спасении человечества, она не имеет смысла, допустим, первое пришествие Христа без того, чтобы было второе. Смерть Иисуса без того, чтобы нас взять с этой земли, искупить нас, спасти нас от грехов, от смерти. Поэтому это действительно надежда, которая раскрывается. И каждый читатель Библии может обратить на это внимание. Спасибо. Да, конечно. И читая Священное Писание, и таких текстов, как мы уже услышали, их очень много, которые говорят о надежде, мы сегодня сможем углубляться в эти истины. И несмотря на то, что сегодня существует так много проблем, переживаний, страданий, человек, он обретает надежду, изучая Слово Божие о пришествии Христа. Для многих людей, которые знакомились с темой второго пришествия, это была весть, которая меняла их жизнь, их мировоззрение, колоссальное влияние на нравственную жизнь, на решения, которые они принимали, поступки. Почему вот эта тема второго пришествия оказывает такое влияние на жизнь многих, которые знакомятся с этой темой? Станик говорит, что когда Господь придет, то все, что происходит на этой земле, связано со злом, с грехом, смерти, болезни, страдания, войны, эпидемии, землетрясения, наводнения, все это, оно исчезнет. Господь это остановит. Поэтому люди с древних времен и по сегодняшний день ожидают славное возвращение Иисуса Христа, потому что Он — надежда наша. Он даст мир, покой, счастье, радость, любовь настоящая. Две недели тому назад ушел из жизни один из знакомых мне людей на несколько лет старше меня. Отец, муж. И вы знаете, когда я смотрел на это травмное служение, когда я смотрел на родных и близких, у меня появились такие мысли. И я думаю, что эти мысли есть у каждого человека. Господи, как хочется, чтобы все это закончилось. Как хочется, чтобы не было неизлечимо больных людей. Как хочется, чтобы раньше времени не уходили и вообще не уходили из жизни наши близкие, родные. Как хочется, чтобы человека не болело. Я вспоминаю моменты, когда мои дети болеют. Мне кажется, что я бы сам там лег в эту постель вместо них, только чтобы они были здоровы. И, то есть, эта надежда, она связана с глубокой нашей проблемой, с той болью, что у нас есть. И когда Бог нам это открывает, мы ухватываемся за эту надежду, мы верим, мы ждем, потому что у нас есть и доказательства исполнения Слова Божьего. Поэтому всем сердцем человек начинает доверять и жить этим. И вы знаете, когда ты веришь Богу, на самом деле, со всей той болью, что приходит в нашу жизнь, все-таки Господь дает какой-то мир в сердце. И ты понимаешь, это не конец. Да, сегодня ушел близкий человек из жизни, но Иисус обещал воскресить. Он обещал прийти и взять. Я с этим вспоминаю свидетельство человека по имени Владимир. У него умерла старшая дочь от рака, выпускница лицея, отличница, красавица. И это повергло и Владимир, и его супругу в глубокую депрессию, отчаяние, потому что все их усилия на то, чтобы выздоровела дочь, они были тщетны, она умерла. И они не могли выйти из этого мрака безнадежности, пока однажды не услышали интервью, связанное с происшествием, когда два самолета столкнулись, и в одном из самолетов была группа детей, которые возвращались с экскурсии. И брали интервью родителей. И спрашивают, ну, на основании этой истории один из родителей наш решил отомстить. Нашел диспетчера, убил его, и его нашли. И на основании этой целый фильм был создан. Но у этого другого родителя спрашивают, а вот как вы думаете с этим жить? Думаете ли вы, чтобы найти виновных, отомстить, чтобы обрести успокоение? Чем вы, на что надеетесь? Чем вы живете? Этот человек говорит, я, говорит, мечтаю не о том, чтобы найти виноватых и им отомстить. Я мечтаю о том дне, когда придет Господь, воскресит моего ребенка, и я смогу его увидеть вновь. И это, говорит Надежда, дает мне силу жить. Владимир говорит, когда я услышал вот этот ответ, то я подумал, а что это за пришествие? А когда оно произойдет? А готов ли я, что я знаю об этом пришествии? И он говорит, я начал искать Библию, я стал изучать Библию. И когда мы стали читать в библейские тексты о втором пришествии, об этом надежде, то, говорит, тогда в наши сердца пришел мир, надежда, и мы поняли, что в этом мраке есть свет, свет надежды. И мы, говорит, решили с женой, чтобы мы должны, говорит, заключить завет с Богом, мы должны исправить свою жизнь, мы должны быть готовыми к встрече с Богом и встрече с нашей дочерью. Поэтому, действительно, весь о втором пришествии, оно меняет жизнь, дает радость, надежду, скорбящим, болящим. Когда происходит война, то люди говорят, когда будет конец, есть ли какая-то надежда? И вот весть о втором пришествии, это среди мрака, разрухи, болезни, несчастья и смерти, вот это луч света. Что еще интересно, эта весть, она помогает тебе определиться, куда вектор жизни направить. Я помню себя, когда мне было лет 16, и я искал ответ. И чем же закончится история нашей Земли? Потому что были разные слухи, наводнение, потоп, все утонем, метеорит с космоса в Землю, Третья мировая война, ядерный взрыв, все, мы все погибнем. И вот этот страх людей преследовал, мне было интересно. И когда я узнал истину о втором пришествии Христа, мое сердце успокоилось, я тогда обрел Господа, мир, покой и надежду, и стабильность. Это очень важно сегодня для нашей жизни. Да, потому что если все заканчивается смертью, какой смысл жить по правильным нормам, потому что все равно умрешь. Люди живут сегодняшним днем, не видя будущего, но будущее есть. И хотелось бы узнать, что говорит Библия об этом славном будущем? Каким Библия описывает пришествие Христа? К сожалению, у различных христианских конфессий разные видения этого вопроса, хотя в Библии одна для всех. Мы читаем, например, момент, когда в книге «Деяния апостолов» Иисус Христос вознесся. Ну и когда ученики провожали Его, конечно, там с грустью все это было, но они помнили Его слова, что Он вернется. И мы читаем, что «Когда они смотрели на небо», это 10 стих 1 главы, «во время восхождения Его вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». То есть, во-первых, то, что мы здесь видим, что нам раскрывается, непосредственно ангелы Божии сказали ученикам и в их лице, и всем нам, всем последователям Иисуса, всем верующим, вы видели Христа, как Он вознесся, так же вы увидите, как Он придет. Этот же Христос, не кто-то другой. И именно видимым образом, скажем так, когда Христос родился в первый раз, Его не узнали, Он родился младенцем, но второй раз Он уже придет не так. Он придет так, как написано в книге Откровения, в первой главе, в седьмом стихе. И мне всегда нравится читать этот текст всем людям, с кем я общаюсь об этом. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». То есть, всякое око, в какой бы части ты земли ни находился, это будет видимое событие, это будут и слышимое событие. Потому что в первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел, где говорит о надежде воскресения, в 4 главе и в 16 стихе он говорит, «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с небес, и мертвые во Христе воскреснут». Кто-то перефразировал эти слова так. Христос, труба так громко затрубит, и Христос так громко воззовет, что даже мертвые услышат, и они встанут. Это будут буквальные события. Это не будет тайное пришествие, или, может быть, как сегодня, некоторые предполагают и говорят, а Христос уже тайно, Он уже есть. Друзья, Библия очень ясно заявляет нам, что Христос явно придет буквально, видимо, слышимо, и это будет славное Его возвращение. Спасибо. А что произойдет в то время, когда придет Христос? Оно будет видимо, слышно? Какие события произойдут на земле? Что будет с людьми во время пришествия, после пришествия? Что говорит Библия об этом? Продолжим читать послание Фессалоникийцам, 4 главу. Написано, что мы при возвещении, при гласе Архангела, и сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. То есть перед пришествием Христа мертвые во Христе, они воскресают. Это очень важное событие. Дальше сказано, что мы, оставшиеся в живых, то есть верующие в Иисуса Христа, мы не предупредим, а мы будем изменены. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, в встретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. То есть, другими словами, мертвые во Христе воскресают, живые изменяются, вобретают нетленные тела, и вместе поднимаются на облаках Господу. И там пребывает тысячи лет. К сожалению, для грешников этого не будет, потому что, как сказано, они погибнут здесь, на этой земле. Для людей, которые потеряли своих родных и близких, это действительно счастливая надежда, потому что это возможность в тот день, когда они встретятся не только с Господом, но и с теми, с кем разлучила их смерть. И люди, живя этой надеждой, размышляя об этом, задают вопрос, а когда это произойдет? Когда этот день, славный день пришествия Христа? Да, на самом деле, это такой вопрос, который не то чтобы тревожит или беспокоит, но глубоко интересует многих читателей Библии, верующих, христиан. Люди хотят найти дату. Да. Найдет дату, год, время, чтобы приготовиться и знать, что вот сколько еще осталось ждать. Кстати, можно вспомнить, таких несколько людей, известных назначали эти даты в Америке, в России, в других местах. Ну и сейчас назначают, и будут продолжать. Да, и будут продолжать. Но нас интересует, что сказал, опять-таки, по этому поводу Господь, и что в Библии написано, это Слово Божие. А что мы читаем? Например, Евангелие от Марка в 13 главе с 32 по 33 текст мы читаем. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». То есть конкретно нам Священное Писание говорит, что мы не знаем этого времени. Наверное, у Бога есть какие-то причины для того, чтобы не дать нам точную дату, когда придет Иисус Христос. И если поразмышлять над этим, то можно было бы предположить, что человек может вплоть до последнего дня жить так, как ему хочется, без Божьей. и потом вдруг спохватиться и сказать, «Ух, у меня тут сейчас на… скоро вот пришествие Христа, мне бы надо как-то все это». Но дело в том, что это бы не было истинное покаяние. Как и в том вопросе, когда некоторые спрашивают, а когда нечестивые во второй раз будут воскрешены после тысячи лет, да, то есть это будет второе воскресенье, разве у них не будет этой возможности еще раз покаяться, а может быть и они были бы еще спасены. Друзья, если ты всю жизнь живешь и о Боге не думаешь, и ты приходишь к Ему только потому, что Он должен сегодня прийти, и иначе ты погибнешь, то твоя вера, она не подлинная, не настоящая. Почему? Твоя вера не основывается на любви к Богу, на любви к Иисусу. Ты всю свою жизнь не хотел слышать о Нем и видеть. Страхом перед наказанием. Страхом перед наказанием. Это то же, что было у Иуды, предавшего Иисуса. Он мог покаяться, как и Петр отрекшийся, но вот у него не было веры в то, что Бог может простить, Бог может изменить его жизнь, что-то может измениться в Нем. Поэтому это важно. Бог хочет, чтобы мы были готовы в любой момент нашей жизни. Мы не знаем, сколько мы проживем. А кто знает, допустим, назначить пришествие через год? А доживу ли я до этого дня? И если я не доживу и не привел в порядок мою жизнь, то я просто среди погибших. Спасибо. Некоторые говорят, но несмотря на то, что написано в Евангелии Марка, написано о дне и часе никто не знает. То есть там не говорится о месяце, о годе. И начинают вычислять. Еще интересно, задумывались над таким вопросом, почему Господь все-таки показывает год пришествия, первое пришествие Иисуса Христа. Да, ты есть. А вот второе пришествие, Он как бы только оставляет знамения и такие важные события, которые должны исполниться перед пришествием Христа. В принципе, брат Константин уже ответил на этот вопрос. Я бы еще сказал, один текст мне очень нравится в этом вопросе. Это в послании апостола Петра, где он говорит, что не медлит Господь, но долго терпит, чтобы никто не погиб. То есть, скорее всего, вот это связано именно с тем, что Бог хочет дать шанс как можно большему количеству людей или время, чтобы все-таки покаялись. Но при всем том, есть определенные пророчества, о которых мы сейчас коснемся, которые говорят, ну, раскрывают ходы истории, и о каких-то временных рамках все равно идет речь. То есть, говорит о конце времени, что надо обратить на это внимание. Но милость Божья настолько велика, что Он готов ее продлить. И еще интересно, что вот в Матфея 24 глава, где идет речь о признаках, знамениях пришествия Христа, там говорится, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. То есть, фактически, Бог придет раньше, чем запланировал, можно так сказать, для того, чтобы спасти свой народ. Иначе все погибнут на этой земле. И мы видим, что сейчас происходит на нашей земле. Экология просто уже, ну, некуда терпеть, так сказать. Уже все хуже и хуже. Второе пришествие — это знамение Победы. И в Библии заканчивается словами. Последние слова Библии — это слова такие «Ей гряду скоро». Свидетельствующийся «Е» говорит «Ей гряду скоро». Аминь, ей гряди, Господи Иисусе. Ей гряди. Ей гряду скоро. Две тысячи лет прошло. Да. И люди, которые живут надеждой в скорое пришествие, которое положит конец злу, смерти и всем несчастьям, устают ждать. И кто-то говорит, слушайте, ну, и родители наши ждали, и деды наши ждали, и вот мы об этом ждем, и наша жизнь заканчивается, а оно еще не наступило. И люди задают вопрос в связи с этим, а почему мы можем продолжать верить, что второе пришествие Христа произойдет? Что может быть основанием веры во второе пришествие? И еще нужно подчеркнуть, скоро. Да. Очень скоро произойдет. Конечно же, если говорить об основании, конечно же, это библейский текст. То есть мы изучаем Священное Писание, если говорить о пришествии Христа, мы знаем, что было первое пришествие Христа, было пророчество, книги Даниила, 9 глава, 24 текст, да, 77-мин определены для народа Твоего. И мы знаем, что в этом пророчестве, так даже мы читаем, что придет Христос, то есть Он должен родиться. И вот мы знаем, что Иисус Христос рождается, но все-таки интересно, не само рождение, а Его крещение. В пророчестве нам показывается, что Иисус Христос, Он, значит, получается, является в 27-м году нашей эры, это Его крещение, да, это Его крещение. В 31-м году Он был распят, в 34-м году уже эти 77-мин, они заканчивают, как говорится, определены для народа Божьего, для народа израильского. И вот эти пророчества, они в точности, в точности были исполнены, и смотря на это, мы понимаем, что если Господь сказал, что придет Господь Иисус, Спаситель наш, второй раз, мы сомневаться уже не можем. Исследователи говорят о том, что множество есть пророчеств о первом пришествии Христа, за тысячи лет Христа, до прихода Иисуса Христа, о том, как Он умрет, о чем будет проповедовать, кто Его предаст, за сколько Он будет, то есть много таких точностей. Тысячи пророчеств. Да, и это исполнилось, и это исполнилось. А о втором пришествии пророчеств еще больше. И если мы видим, что исполнилось пророчество о первом пришествии Христа, то это может быть основанием веры в то, что и остальная часть может исполниться. Вы сказали об удивительном пророчестве 77. Неужели в Библии мы можем найти за сотни лет до прихода Иисуса упоминание Его имени, о подробностях и датах Его крещения, которые Вы сказали, о Его смерти? Что это за пророчество 77 и где можно его прочитать? Да, действительно, в Библии содержится пророчество об этом периоде, которое приводит нас к началу служения Христа, к Его смерти. Ну, я бы хотел так пару слов для того, чтобы вводные, скажем, вести. Даниил, пророк, находился в плену вместе с народом израильским. И, конечно, он жаждал, мечтал, когда же Господь положит конец всему. И Господь ему... Тоже была битва. Да, тоже была битва, борьба. Он молился об этом, там, ожидал. И Господь ему открывает видения. Видения, которые связаны и с тем временем, когда он жил, и дальше. То есть длительный период. И вот в 8 главе, 14 стихе, там такие слова были в видении. И сказал мне, на 2300 вечеровый утр, и тогда святилище очистится. Что значит очищение святилища для еврея, для человека того времени? Это был последний день в году, духовном, да, религиозном году. Назывался он еще день искупления, Йом-Кипур. Когда очищались грехи всего народа, снимались в святилище, раскрывался план спасения. И вот окончательное, что происходило, что Бог показывал, что будет в будущем, это очищение от всех грехов, да. И Даниил задумывался, когда же это будет, да. Он метался в своих мыслях, он молился, он даже изнемог от того, что не понимал это видение. Говорит, это невозможно, так быстро, когда? 2300 дней? Ну это, конечно, библейские пророчества имеют значение, день за год. Но вот в 9 главе, когда он молится, он исповедуется, из-за народ просит прощения. Мы читаем, что является ему ангел. В начале моления его. И он обратился и сказал ему, вникни в слово и в разуме и видение. Это 9 глава, 23 стихи дальше. 77-ми определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатлены были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. И запечатаны были видения и пророк, и помазан святой святых. И так, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима до Христа владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилища разрушены будут народом, вождя, который придет, придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Вот мы прочитали эти тексты. Наверное, если поверхностно прочитать, то мы можем быть несколько в замешательстве от непонимания, но при изучении ты понимаешь, например, 77 седьмин, пророческий период, 70 недель, скажем так, на современном языке, 70 недель, если день за год, то это 490 лет. Они определены, более точный перевод, отрезаны. От чего отрезаны? Поскольку речь идет о предыдущем пророчестве и молитве Даниила, то это продолжение того пророчества, 2300 вечеров и утр. То есть этот период отрезан от 2300. Для кого? Написано конкретно для народа Божьего. Распределяется этот период интересным образом. Сначала у нас мы видим, что есть 7 седьмин, это 49 лет. Интересно, что от указа восстановления Иерусалима прошло 49 лет, пока не восстановился полностью этот город. То есть исполнение пророчества. После этого периода, написано еще 62 седьмины, пройдут и будет помазан святой святых. Помазан. Дальше Христос упоминается непосредственно в 25-26 тексте. Помазан. Христос означает помазанный. Как произошло это помазание? Когда Иисус Христос крестился, это произошло в 27 году нашей эры. Кстати, совпадает период, потому что указ, последний указ о восстановлении Иерусалима вышел в 457 году до нашей эры. И когда мы делаем вычисления, мы приходим к 27 году, когда Христос крестился, и Дух Святой не зашел на Него, помазал на служение. Далее мы видим тоже интересный момент, что в середине Седьмины что-то произойдет. Смерть Христа. Середина — это 3,5 года. Это 31 год нашей эры. Христос умирает на Голгофском кресте, и жертва прекращается. Когда Иисус Христос умирал на Голгофе, в этот самый момент священник, жертвенным животным стоял, чтобы заколоть его. И вырывается ягненок из рук его, нож падает, а завеса разрывается на две части. Таким образом, Бог показал, что прекращается жертва, принесена настоящая жертва за грехи. И вот еще спустя 3,5 года, после того, как Христос умер, воскрес и вознесся, мы знаем, что в момент, когда Стефана побивают камнями, народ Божий фактически отвергает Христа, отвергает тот план, который Бог задумал для них. И 490 лет завершаются для народа израильского. И вот это пророчество, интересно, раскрывает нам и в точности, исполняется все, что здесь написано. Люди, которые даже, могут быть, и не христиане, но любой человек, который читает Библию и знает историю, он может увидеть, насколько это точно исполнилось в жизнедеятельности Иисуса. Да, вот интересно, почему Господь использует вот такой пророческий язык, седьминный, почему он не сказал бы, или же через пророка написал бы, вот в таком году придет Христос. Почему вот такие вот, так сказать, трудности, изучение нужно вникать вот в эти даты? Ты смотри, разумей, помолись Господу, подожди, сейчас ангел придет, он тебя расшифрует. И все равно Данил, он не понимал всех этих вот тонкостей, уже потом, со временем осознает. И то эта книга была запечатана до какого-то момента. И все-таки возникает вопрос, почему Господь, он конкретно не называет дату? Я думаю, что в условиях Великой войны, Великой борьбы, и Великой войны, донесения, письма, приказы, они шифровались, для того, чтобы враг, которому попадают в руки, не мог понять, о чем идет речь. Наверное, и в контексте Великой битвы, для того, чтобы сохранить библейские тексты, которые содержали эти пророчества, зашифрованные, Бог в виде этих образов, символов передавал из поколения в поколение и в свое время давал ключ, который помогал открыть вот эти шифры, вот эти пророчества и понять время и обстоятельства. То есть фактически это для избранных, то есть те люди, которые хотят всем сердцем, всем разумением своим осознать Божие пророчества, Господь им открывает через Духа Святого. И это одна из причин, почему Господь вот сокрыл. Дело в том, что самый израильский народ, ну, раввины запрещали читать книгу Даниила, особенно 9 главу, потому что здесь конкретно указано на Иисуса Христа, что это ваш Спаситель, это Мессия. Почему вы не приняли? И он предан смерти. А так сегодня мы читаем. И они, может быть, по-другому трактуют или же вообще говорят не читать и запрещают многим ученикам своим раввины читать книгу Даниила, 9 главу. Это одна сторона. Другая сторона, почему? Потому что в наше время сегодня существует много календарей фактически. Сегодня 2024 год, это иллюанский сначала календарь, потом григорианский. Сейчас григорианский календарь. Но по библейскому календарю или же израильскому, еврейскому календарю, сегодня 5784 год. И то, если что интересно, историк говорит нам о том, что даже и они потеряли около 200 лет истории своего народа для того, чтобы запутать вот этот след мессианского явления, чтобы люди не пришли к Иисусу Христу. И фактически сегодня получается 5984 год. До 6000 лет остаётся 16 лет, если так посмотреть примерно. И если ещё учесть вот эти слова Иисуса Христа, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, то фактически Господь очень близок к нам со вторым пришествием Иисуса Христа. Мы не знаем даты, мы не знаем дня и года и часа пришествия Христа. Почему-то Господь это скрыл и завершая наше размышление в виде о том, каким будет пришествие Христа, что оно даёт человечеству и каждому христианину. видя о том, что пророчества, которые предсказывают первое пришествие, они буквально исполнились. Всё это даёт нам уверенность и понимание, что Христос непременно придёт. Но самый главный вопрос. А как нам быть к этому пришествию готовы? Как, что человек, какие решения он должен принять и шаги предпринять для того, чтобы встретить с радостью, а не со страхом? Чтобы пришествие для него стало счастливой надеждой, а не днём, который повергает его в ужас и в отчаяние? Как приготовиться ко второму пришествию? Когда мы задавали вопрос, знаем ли мы день и час, мы однозначно сказали нет. Но есть те события и те пророчества, которые нас к этому подводят. И говоря о цифре 490 лет, мы упомянули 2300. Отрезано от этого периода. Вычисления показывают, что 2300 вечеровый утро, этот период закончился в 1844 году. И что же там произошло? Согласно Библии, Христос вошёл во святое святых небесного святилища, чтобы как раз совершить то служение, что совершалось в конце религиозного года в земном святилище. И это фактически нам говорит о том, что скоро всё завершится на этой земле. Иисус совершает последние действия ради спасения человечества. И теперь вопрос мне. Зная это, я что-то делаю? Я готовлюсь? Я готовлюсь? Я понимаю, что сейчас моя судьба решается. Принимаю ли я Христа? Знаете, в первом послании к Фессалоникийцам апостол Павел в пятой главе со второго стиха пишет такие слова. «Ибо сами мы достоверно знаем, что день Господень так придёт, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы». Интересный этот оборот у Павла. Он сравнивает с сыновей тьмы и сыновей света. И подчёркивает, что для сыновей тьмы день пришествия будет как тать. Почему? Слово тать это как ворк. Да. Внезапно, неожиданно. Почему? Не готовятся, не думают об этом. Один из богословов сказал о том, что единственный способ приготовиться к пришествию Христа это готовиться и оставаться готовым. То есть всегда быть готовым. Ты не знаешь дня своей смерти, ты не знаешь, что может случиться, выйдешь ты за порог дверей, выйдешь на машине, на трассу, ты не знаешь, что будет. Готов ли ты к этому событию? Важно приготовиться. А как это сделать? Это надо привести свои отношения в порядок с Богом. Библия нам рассказывает об этом. Покаяться в грехах своих, исповедоваться, поверить, принять веру Иисуса Христа своим личным спасителем, чтобы твоя жизнь изменилась по образу Божьему, чтобы таким образом ты мог быть готов войти в Царство Небесное. И это важно сегодня делать. Петра даже спрашивает, что же нам делать, мужи и братья? Он говорит, итак, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. И поэтому сегодня каждый человек должен задуматься о своих отношениях с Богом. Я покаялся в грехах своих, а я верю в Иисуса Христа как личного спасителя, а я заключил с Ним завет. Если это да, то тогда я готов к пришествию Иисуса Христа. И тогда оно будет радостным. Оно не будет как внезапно, неожиданно, как вор ночью приходит. Спасибо. Дорогие друзья, независимо от того, что вы думаете о втором пришествии Христа, независимо от того, готовы вы к Нему или нет, оно непременно исполнится. Христос придет. Придет для того, чтобы положить конец смерти, несчастья, болезням, для того, чтобы дать спасение, своему народу, взять за теми, кто его ждал. Дорогие друзья, приглашаем каждого из вас осознать, что любой день нашей жизни может быть последним. А это значит, что сегодня, сейчас это день решения. Решение прийти к Богу, решение примириться с Богом, решение покаяться в своих грехах. И мы искренне желаем, чтобы каждого из нас и наших родных и близких Господь застал готовыми. И об этом я приглашаю, чтобы мы вместе молились. Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе за слово Твое. Мы благодарны Господи за то, что нам, живущим в этом тревожном мире, беспокойном мире, Ты даешь надежду. Надежду, что это завершится. И эта надежда связана со вторым пришествием Иисуса Христа, который придет, чтобы взять нас в себе. Господи, слово Твое раскрывает и подробности, каким оно будет. Помоги нам поверить Твоим словам и верою в Тебя уже сегодня обрести этот мир. Верую в Тебя. Быть спокойными в том, что даже если мы уйдем из жизни, Твой голос, он пробудет нас. Если мы теряем наших близких и родных, Господи, помоги поверить тоже, что Ты можешь снова дать им жизнь. Очень важно для этого приготовиться. Не все будут воскрешены для жизни вечной, но те, кто сегодня приводит в порядок свои отношения с Тобою. Поэтому помоги нам это сделать и быть готовыми в любое время, что бы ни случилось, и ждать. Ты придешь спасти. во имя Иисуса мы молимся и благодарим и славим Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны за то, что вы были внимательными участниками и слушателями этой передачи. Искренне желаем, чтобы Господь благословил каждого из вас, ваших родных и близких. Всего доброго, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok